Девушки отдыхают Ликвидацию свалок и новые победы устилимцев стали главными темами городской планерки. Бесплатный экспресс-тест на ВИЧ-заболевание можно сдать в Устилимске. Съемочная группа Северного города нагрянула с проверкой в 15-ю школу и своими глазами увидела, как питаются дети. В канун Дня сердца и Дня пожилого человека городская поликлиника номер 2 устроит день открытых дверей. На первом заседании Гордума Устилимска, которое прошло в конце прошлой недели, были избраны председатели ее постоянных комиссий. Как и в прошлом созыве, их семь. Комиссию по социальным вопросам по-прежнему возглавит Галина Березовская. Ее заместителем назначена Светлана Шварова. По контрольной деятельности и противодействию коррупции избран прогремевший в предвыборную кампанию Александр Михаленко. Замещать его будет Наталья Шестакова. Комиссию по вопросам промышленности, строительства, землепользования и экологии возглавил Андрей Светличный. В замах у него Евгений Тырыца. За устав, регламент и депутатскую этику отвечать будут малоизвестный Владимир Шершов и его заместитель Евгений Смирнов. Комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам возглавила Татьяна Каленюк. По решению депутатского большинства она будет работать на постоянной основе и получать за это зарплату. Председателем комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства избран Виталий Деев. А комиссии по вопросам общественной безопасности и правопорядка Сергей Тютюнник. У этих председателей замов пока что нет. 24 сентября глава города Устеримска Анна Щекина провела еженедельное оперативное совещание. На нем руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации доложили о событиях прошлой недели, рассказали о делах текущих. Еще с 16 сентября в Устеримске началась подача тепла. Но, как оказалось, не все инженерные тепловые сети МКД были к этому готовы. В мэрию поступило 28 обращений граждан, которые жалуются на холодные радиаторы отопления в своих квартирах. Продолжает поступать сообщение о частичном отсутствии теплоснабжения в жилых квартирах и отдельно в комнатах. По улице Димитрова 26, улице 50 лет ВПСМ 6, Мира 21, Дружба народов 58, Карла Маркса 1, Героев труда 15. Список квартир, где нет тепла, у меня имеется. Мы этот вопрос держим на контроле. Проблема заключается в основном в следующем, что летом, когда еще не было отопления, люди меняли батарею. Произошла завоздушная система. Есть график устранения проблемы. В каждом доме устраняет эту проблему индивидуально. Я держу эту ситуацию на контроле и в скором времени мы уже окончательно решим эту проблему. Виталий Румянцев в своем выступлении сообщил о ходе ликвидации несанкционированных свалок в рамках социально-экономического партнерства. Общество с ограниченной ответственностью УЛМ выполняет работу на Катымовском шоссе. Предприятие спецавтосервис в районе карьера на 105 квартале. Что касается городских лесов и территорий города. На сегодня одна из свалок убирается в рамках субботника. На территории автодрома, бывшего автодрома, эта земля принадлежит области. А в нашем случае передано в оперативное управление ПТУ в 66-м. Они в настоящий момент сегодня делают там субботник с привлечением техники в УПР и Лим. Заключается ряд контрактов по обустройству площадок для размещения мусорных контейнеров, ремонту городских дорог, благоустройству общественных территорий. Продолжается кропотливая работа с фондом капитального ремонта многоквартирных домов. На 2020 год в первую очередь все то, что касается общестроительных работ, они пойдут в плановом режиме. То есть согласно плана ремонта. А то, что касается лифтового оборудования, еще с 2017 года мы подали заявку на 235 лифтов о переносе сроков. Из этого общего количества перенесено было только 47 единиц. На этот год, в этом год 3 единицы шли по плану. Оставшиеся нам необходимо еще раз, так скажем, проанализировать и уточнить, отточковать каждую единицу. Хочу сказать, что эту работу я провела. И по сроку эксплуатации лифтового оборудования до 33 лет включительно, у нас получается 117 лифтов подлежит замене. А именно 90 они уже предварительно спланированы с фондом капитального ремонта, нужно только уточнить. И дополнительно нам необходимо со сроком эксплуатации 33 года еще 27 лифтов. Проблемные лифты, которые Мира 5, Мира 50, на слуху Мира 15, они вошли в 2020 год. Тут же я хочу обратиться сейчас к Василию Петровичу. Новая дума, новые люди, новые председатели комиссии. Прошу вас определить, как председателя человека из депутатов, кто будет заниматься комфортной средой. Пока мы не найдем этого депутата, я им буду. Что, у вас там некого? Так, ну ладно. К другим темам. Начальник управления образования Елена Плевака рассказала, что Иркутское отделение Лиги юных журналистов получило 6 путевок в Артек. Распределяя их среди лучших школьников, 5 достались нашим землякам, куда те отправятся в декабре этого года. Стали известны победители прошедшего на базе Центра детского творчества чемпионата по Кубаро. Это такой конструктор с симметрично подобранными углублениями и отверстиями. Соединяя кубики, можно создавать наберинты различной сложности. Приняло 29 команд, 25 команд области в этом чемпионате. По начальной школе и по основной школе наши команды заняли первое место. И по старшей школе команда «Новые гермы» увезла от нас первое место. Централизованная библиотечная система стала одним из победителей российского конкурса «Виртуальный концертный зал». Отметим, что один такой у нас уже имеется. Он устроен в ДК имени Наймушина благодаря фонду «Илимгарант». Из 257 заявок было принято победителями объявлено 80 городов. Из Иркутской области было 8 заявок, победили 3. Но наша библиотека набрала максимальное количество баллов – 160. И на следующий год миллион будет выделен для открытия и создания виртуального концертного зала. В завершении заседания стало известно о Всероссийском дне ходьбы. Он состоится 28 сентября на территории курорта «Русь». Регистрация участников начнется с 10 часов утра. С 23 по 26 сентября в Усть-Илимске проходит неделя профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Специалисты Иркутского областного центра СПИД приехали выяснить объективную эпидемиологическую ситуацию на территории города и района. Рассказать нашим жителям о путях заражения этой страшной болезнью, разъяснить меры ее профилактики. Для этого они используют передвижные лаборатории, где все желающие могут анонимно сдать кровь на анализ и получить консультацию. О проведении акции расскажет наш корреспондент. В 2018 году ВИЧ-инфекция стала причиной смерти более чем 20,5 тысяч россиян. Самое шокирующее в том, что согласно статистике от ВИЧ-инфекции умерло больше людей, чем от онкологии, пневмонии, туберкулеза, заболеваний сердца. Жителей Устилимска приглашают пройти бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. На данный момент в нашей Иркутской области более 28 тысяч человек ВИЧ-инфицированных. И каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Зачастую люди говорят, что в прошлом году приезжали, а я проходил. Стоит ли проверяться снова? Как часто вообще стоит проверяться? Вообще проверяться нужно раз в полгода. Мы рекомендуем это рекомендации центра СПИД. Так как бывают искованные ситуации, даже независимо, каждый ходит к стоматологу, делают пирсинги, татуировки в неспециализированных салонах. Необходимо проверяться раз в полгода. Пройти экспресс-тестирование в мобильной лаборатории очень просто. Это занимает около 15 минут. После процедуры пациенту сообщают результат. Проходил мимо, увидел, сдай тест на ВИЧ-инфекцию. Решил, а почему бы не сдать? Никто от нас не застрахован. Он как бы передается, я так знаю, через кровь и половым путем. Для чего нужно проходить ВИЧ-инфекцию? Ну, потому что... Сохрани себя и своих близких. А вот так вот скажу. Передвижной пункт работает в Устилимске с понедельника. На момент приезда нашей съемочной группы было уже проверено 197 горожан. Хочется отметить тот факт, что были зарегистрированы и положительные результаты. Мы очень много ездим по области. Обследовали уже Золари, Усолье, Саянск. То есть достаточно много. Сейчас приехали к вам на неделю. Еще будет массовая акция напротив МВД Устилимска. То есть там также могут желающие подойти и также сотрудники полиции будут обследоваться. А вот конкретно когда она будет? 26 числа с 8.30. К сожалению, на сегодняшний день вакцина, которая защитила бы от ВИЧ-инфекции, не создана. Проверяться необходимо. Знание ВИЧ-статуса позволит своевременно позаботиться о своем здоровье. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Питание детей в школах – особая тема, которая нередко вызывает множество вопросов у родителей. От того, насколько четко будут соблюдены правила организации питания, зависит здоровье учащихся. Наша съемочная группа выяснила, кто отвечает за разнообразие блюд и качество приготовленной пищи в столовой общеобразовательной школы номер 15. И даже лично отведала стандартный обед. Вопросы организации общественного питания и соблюдения прав потребителей на сегодня очень актуальны. Тем более, когда речь идет о детском здоровье. Согласно законодательству, существуют специально созданные рабочие группы, которые планово проверяют школьные столовые. Мы вместе с Анатолием Дубасом, председателем управляющего совета школы номер 15, решили устроить свою, вне плановую проверку. Обслуживание обучающихся горячим питанием осуществляется по классам. Оно разделено на два возраста – с 7 до 11 лет, с 11 и старше. Ведь в зависимости от возраста ребенка меняется суточный рацион витаминов. Если вникать во все тонкости организации школьного питания, то порой этот процесс вполне можно сравнить с математическими описаниями квантовой химии по уровню сложности. У нас меню составляется циклично. Это что значит? Это мы составляем меню на каждый сезон, на оси, зима, весна. Оно стоит 18-дневное. То есть каждые три недели меню повторяется. Но у нас за 18 дней нет повторения ни одного меню. Поэтому, когда мы составили меню, на основании его мы делаем каждодневное меню. И на основе каждодневного меню мы уже делаем заявки поставщикам, которые нам привозят. У нас продукты привозят пять раз в неделю. То есть каждый день мы завозим продукты на следующий день. Первый день, например, птица, потом колбасные изделия, потом омлет. Дальше у нас идет мясо, рыба. Вот ежедневно полностью выдаем все микроэлементы, белки. У нас в меню же проходит экспертиза ФЛУС. Поэтому нам просто так никто не подпишет, если мы не выдадим 25% среднесуточной нормы белков, жиров, углеводов, витаминов, железа, магний и полные таблицы Менделеева. Существуют нормативы, которые определяют примерный перечень обязательных продуктов. Они включены в суточный рацион детей. Есть льготные категории учащихся, которым предоставлено бесплатное питание в школе. Остальные кушают за отдельную плату. Вот здесь у нас голубцы приготовлены. Здесь у нас мясо тушеное. Здесь у нас рыбка. Здесь у нас курочка дополнительная. Здесь у нас еще дополнительно картофель от горно. Капуста тушеная. Первое блюдо – борщ. Поэтому кроме завтрака мы уже приглашаем всех на обед и ребятишек. У нас учителя-педагоги кушают. Продукты, которые поступают в пищеблок, соответствуют всем гигиеническим требованиям и сопровождаются сертификатами, которые подтверждают их качество и безопасность. Процесс организации приготовления еды, требований к компетентности сотрудников столовой, правил санитарной безопасности, также регулируется большим количеством документов, которые нам показали. У нас подрядчиков много. У нас с ними созданы договора. Договора основываются на том, что в первую очередь у нас качество. Когда продукт приходит, у нас же медицинские работники в прокиражной комиссии состоят. То есть сначала пробуется продукт, а потом только принимается на предприятие. На каждый продукт у нас есть сопроводительные документы, это ветеринарные свидетельства, это сертификаты качества. И все положены. Просто так продукт просроченный к нам не заходит. Поставщики у нас проверены. Многими годами, десятилетиями мы работаем с теми поставщиками, которые нас устраивают. На нас никто не давит. Это в основном поставщики у нас на конкурсной основе. Глядя на школьников, аппетитно уплетающих за обе щеки обед, мы вместе с Анатолием Анатольевичем лично решили попробовать блюдо из меню. Мы решаем самые разные школьные вопросы и детского отдыха, и детских площадок летних, и питания, и какие-то другие вопросы. Все знаем и со школой решаем. Поэтому один из вопросов, который сегодня мы с вами собрались, это детское питание школьное. Вот мы сейчас, прямо здесь, взяли вот то, что едят дети. То, что едят дети в школе. Сейчас мы попробуем вот то, что они едят. Тем более, что со следующей недели начинают питаться дети-инвалиды, они начинают питаться уже два раза в день. То, что им положено по закону. Наконец-то это решение было принято, и наконец-то это все дело станет на своем местах в соответствии вообще с федеральными требованиями от питания детей-инвалидов. Поэтому вот наша задача именно там. Сегодня посидеть, посмотреть и попробовать, как питаются дети. В этом приятного аппетита. Давайте. Вам тоже спасибо. Никаких консервантов, хорошо проваренные макароны со сливочным маслом, салаты свежих овощей на растительном, хлеб и компот. Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Стоимость такого обеда составляет 70 рублей. Вот мы с Аленой покушали, и нам все понравилось. Я думаю, что, конечно, если на сегодняшний день вы заходите в любой ресторан, и там бизнес-танч, вам предлагают за 270-350 рублей. Если мы точно так же детский обед финансировали на уровне 300 рублей, то тут наверняка были бы еще и бананы, и яблоки, вишни, черешни. Все это было бы здесь точно так же. Но сегодня сотрудники, вернее, работники столовой вынуждены укладываться в финансирование 70 рублей на младшего школьника и 80 рублей на старшего школьника. Поэтому мы сегодня покушали, все нормально, нам все понравилось. Я думаю, мы еще сюда придем. В основу итогов нашей проверки легло мнение самих потребителей. Оно схоже с нашим. Все достаточно вкусно, сбалансировано и рационально. Я ем макароны с колбасой. Это вкусно. А вчера вас чем кормили? А вчера нас кормили гречкой и подливом с мясом. Я питаюсь каждый день в этой столовой. Очень вкусно готовят. Я люблю котлетки куриные с макаронами. Да, вкусно, хорошо. Чем кормят? Какое любимое блюдо? Пюре со сосиской. Это самое нормальное блюдо. Это второе и попить, да? Да. Да, компот. Компот любишь? Да. Я люблю компот. Еще чай дают. Еще молоко. Я уже не помню. И все вроде. Ну, тебе нравится, ты доволен? Да. Опрошенные ребята согласились с тем, что еда вкусная, а организация питания в 15-й школе на должном уровне. Так что родителям переживать не о чем. Которые родители идут на контакт, они в любой момент могут прийти попробовать, и им все нравится, и они довольны. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». В старине человека вещь неизбежная, но продлить годы жизни вполне возможно. Для этого необходимо следить за состоянием своего здоровья. Медицинские учреждения проводят различные акции, удобные для населения. В канун Дня пожилого человека в городской поликлинике номер 2 пройдет День открытых дверей. 28 сентября все желающие смогут пройти комплексное обследование и поставить прививки от гриппа. В нашей стране 1 октября отмечается ежегодно День пожилого человека. А 27 сентября День сердца. И мы, посвященные этим дням, хотим провести День открытых дверей. 28 сентября в городской поликлинике номер 2. Начало работы с 8 часов до 3. В это время вы можете не только пройти обследование, какие-то исследования, но и сделать прививку от сезонного гриппа. В этот день будут работать анализы лаборатория, ультразвуковое исследование, флюорографию, маммографию. Можно будет посетить мужские и женские смотровые кабинеты. Кроме того, работают врачи-узские специалисты. И талоны к ним выдают участковые терапевты. Начинается все с регистратуры. Вы должны получить статталон и карточку. Кроме того, если кто-то уже был на приеме, допустим, в течение какого-то ближайшего времени, вы можете просто внизу померить, в холле будет у нас измерение артериального давления. Если высокое артериальное давление, вас направят на кардиограмму. И потом уже далее или к кардиологу, или к терапевту. Не забывайте, что ваше здоровье в ваших руках. Профилактика всегда и будет оставаться на первом месте. На этой минуте у нас все. Я и мои коллеги прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова